так мирот всем привет у нас наконец-то весна май месяц давненько я очень много ничего не снимал прям наверное когда-то у нас по запретам я катался запретами катался сейчас скажу февраль февраль да и феврале как и все это дело кончилось успешно видос вы на эту тему видели у вас так как может кто кто по свечку смотрит вам может и что-то может недели неделя может где-то после публикации в моем случае это было но получается месяц от речи не снимал мне 3 это 22 то точно ничего не снимал по дороге не было делов каких-то таких не было как дела были но чтобы когда-то так прям поехать грамм нет сегодня этот город сегодня едут по делам сегодня они поедут привычным соседской машины то сегодня мы едем город екатеринбург и микрорайон тот чем нет в район получается там военного городка там там плюс-минус такая вот рты еда если кто-то может вырастать вот эти смотрят район дк рт это рядышком сосед немножко недоезжая поедем получается через вторую новосибирск учили где вот танки выстраиваются на парад вот вот там поедем мы сейчас находимся получается в армили нам выезжаем с армили надо было кое-что забрать и короче это самые плечо мы кое-куда везем это у нас улица 9 мая маленькая улочка такая как бы стать не она нетранзитная баня каврил просто выезжает люди в ближайший домов по ней нету сквозного кого-то оживлено движения поэтому на ней никогда не будет как-то там шибко-шибко оживленно сейчас мы 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 поедем наверное я провел его поедем немножко постоим светофора нету тут выезжаем по знакам да все пони про правила у нас второстепенная дорога справа у нас весьма оживленное движение все мы трогались яс немножечко по полевой дороге и уже потом едем через станцию ссср так у нас главное все в порядке где-то по-другому дарю а а сейчас знак уступи дорогу и скачен он ступи дар улица школьная вот кстати интересный факт по улице школьная та часть на которой мы находимся мы вот это право до старой часть четная она тоже городу армии а та часть на которой мы сейчас выехали вот эта левая часть права нечетная я права запутался смотря как стоять нечетная сторона обращаться по трусам честно говоря бред здесь воды потому что тут граница по трусами и вот эти вот дома как на который мы вот сейчас наблюдаем справа на картинке они находятся на территории села по труси оба так и жених китайский ножовичок слева находится поле на котором в прошлом году сидела кукуруза самые внимательные зрители которые часто на заходят на мой канал видели каратыши съемок кукурузы который делась именно вот на этом самом поле кукурузы мы тут ели немало впрочем как и близ лежащие населения мы когда заходили сюда за грузой шли мимо пешком когда гуляли прямо целая тропинка были потоптаны это кукуруза кормовая она идет на силу с коровком которые дают молоко а здесь вот слева находится деревянный давал посмотрите вот каркасный деревянный обшитый как бы с бышным листом и сверху вот покрытие фасадов да не полный зато просто плиты приклеены вот такие долгострой человека строил строила эти дома сейчас сидишь в тюрьме за какие-то камеры дела какая связана с постройками домов давайте сверх дешевые это по сути дела большой костер сути чего вот из села потому что ты тут раздавали чего-то так продавали вот сейчас мы по этой полевой дороге мы с вами поедем дорога здесь не ахти ну так полевая стандартная дорога здесь много вот вот параллельно идет зимой то кстати очень даже ничего да может даже на третьей передаче показали потому что вот здесь вот зимой было вот эти три дороги да я не все были широкие прям на столько сроки было расчищено раскатано что прям две машины могли разъезжаться такая же когда как в поза прошлом году вот одна дорогу вот этого вот это вот она дорога 2 по которому сейчас едем и получается надо было ждать вот здесь было коротко вот был разве садись на логе увидел две вот эти дороги в стол кубе это было единственное которое можно было разъехаться против нас лучше ждешь заезжаешь вот там где мы сейчас заезжали да вот там еще и идешь пока машина проедет потом ее пропускаешься когда с той стороны заезжаешь точно так же коровки гуляет это колхозный стадо дедуля пасет их раньше раньше здесь все поле было в коровах потому что аромель вот этот патруши вот это все вот все было все со всего этого села кризиса соли полис от яблечка по не ставки прошли все было в коровах жилого места не было вас вон чадом 10 коров пасется что скотину начину крайне невыгодно содержать все ставим телефон за рулем сегодня слегка конечно пасмурно но это ничего если же так поровне маленько я и поле как на улице называется где ты раньше видите строение вот эти вот это все ферма вроде как что-то сюда до сих пор возят вот там хранилище зерновое есть на в этом где-то типа бара уже под землей справа вот мы сейчас приехали раньше были все снял сейчас это все заровняли это все поводу на под строительство все что было занято теплицами сейчас активно засаживается так называемым и жест индивидуальное жилищное строительство как мы пойдем направо к мазурик напускать будем у него второстепенная дорога дает за грозы и компакт у нас здесь нас налево уходим находим через красивые места я как-то там был на стриме если кто-то позже когда еще сейчас это время проводил стримы в рубрике еще путевые заметки на канале без названия на проекте без названия там я ездил я там через стрим может кто-то стрим если посмотрит там будет видно один из него я не понял на стриме как по той дороге на стримах я уже однажды есть вот смотрел от вичей от трансляции пока я сгол теперь от меры сейчас как раз проходит в эндверт и в эндверпене но не то что теперь от меры крупнейшие это тебя спортивные покрыть по уровню как по сопоставимости чемпионата мира вот и и там пока была база и я смотрел что-то все можно посмотреть что на третье вообще в конкретно стриминговая платформа не ее хостинг именно стриминговая стримит свою работу с яндекс такси в твиче представляете себе три камеры две вперед она она получается где-то посередине остаться как у меня телефон она получается и посередине как у меня телефон а получается я начал где-то там в стороне стоит и вторая путь я смотрю на него как он так настроил одновременно стрим с трех камер машине я не знаю это там карманы это нам сейчас нужно объехать вот этот трактор обозначен видите треугольником как тихоходное транспортное средство то есть конструктивно он в данном случае с конкретно с этой бочкой он не может ехать быстрее 30 километров в час на об этом все же правила учили вот тут там гонять можно есть веселая дорога скотчем не то что там с ухабами если ты скажем 140 ты именно летишь потому что ты в полете проводишь больше времени чем на дороге но зато нету явно сейчас маленько подпрыгнем опа есть контакты приземлились мягко ну на 120 вот я сейчас 90 едем на 120 прям вообще хорошо летится это траплина почти не замечается на 80 на этой клочке прям прям подкрасывает хорошо и если едешь 80 лучше сбросится до 60 ребята передача сотня идем хорошо вот видите какие поля у нас как не могу посетить камерой потому что ну на сотне вверхи телефону как-то мало паспорта но виды тем не менее оценить можно какая красотища а 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 с и можно пройдя на 80 и критично на 80 проходить очень круто ты а сняемся хорошо малых делегу как такового кокоса у них нету если какие-то тут фермы там это грибы не ездили собирать там но это как-то за большим сидели на ферме есть это коровник для вот эти и обрабатывает потушевский вопрос агрофирма потуши сейчас нет не везде это агрофирма потому что от колхоза стали строжки до ножки я был успешно разворовано период застоя после советского распада советского союза один из крупнейших некогда колхоза в церковной области надолго очень надолго превратился в обычный коровник он училища пожарная полигон пожарный училища здесь этого мчс здесь пожарники от обороны уже не какие-то там пожаром я показал ни разу тут никого не видел я даже не знаете священ или нет не точно что сейчас мы едем через село большое сидельниково очень побольше это реально большой это село что интересно вот такая тут не знаю вещи такое есть села потруши и бородулина кировский малый большой сиденького управляются то есть они управляются одним главой у них один глава одна администрация управленческая получается 4 села затем это сделала зачем это вообще нужно тогда разделение на села непонятно да и между большими и малыми стельниками большого разницы нету там типа сразить между потуши и бородулина которая разделяет только река так они вместе грамм стен как стенки стоят огороды сейчас уже выезжаем из села большой сиденькой так четвертая передача все беседы 5 как хорошо разгоняться не смотря на то что ей 20 лет ứng а гонщик вера справа вот смотрите нам карьер на 0 песок или который себя заработать я не помню прочим действующий тут у нас делики и здесь я пожалую за большие мастер что-то периодически взрывает можно как обычно себе карьер отец в себе мелкие там фракции по ямка небольшая на асфальте он эти как мы его насыпали ворусы полетута за за пути находится малый бетонная растворный узел да нет ничего заливать я тут все строят я не знаю видимо куда-то бетон на продажу делают там куча целая от сева пучи щебня целая куча и вот это всего добра цементная бочка стоит так у нас как видите жиловоз тайский донг фенг а мы сейчас уходим налево так шевроле авиа у нас это хобольт фотохобольт так, свободно мы и съезжаем степень на дороге на главную но тут свободно окошечко здесь здесь находится кривко ферма склады там где-то там раскидывает разливает подвески ну в основном тут я насколько я в курсе тут почта логистика то есть они раскидывают по мастерам, по мастерам, по мастерам, по мастерам, по мастерам, по мастерам вот такая перевалочная большая база вот надо сказать вот это здесь будет очень транзитное направление потому что здесь идет до пьер Солнышко выглянуло из-за тучек. Смотрите, как сразу светло стало. Смотрите, как сразу светло стало. Смотрите, как сразу светло стало. Смотрите, как сразу светло. Смотрите, как сразу светло. Смотрите, как сразу светло. Смотрите, как сразу светло. Смотрите, как солнце. Смотрите, как сразу светло. 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 для меня есть сортировочные пути вот нас светофор я сюда светофоровская база это магазин светофор у нас достаточно кстати я вам скажу неплохой магазин светофоры по ним бывает разный тут как бы много чего есть это большой магазин конечно монопол не хватает с имеющимися событиями на украине я очень рад что вы когда будете смотреть это видео оно уже закончится но судя по тому как разве это событие вряд ли это осуществится газобус газобус об одном из да скорее все это со станции большой сидельника в ветку судя по всему да будет она корейка справа вся сортировка слева здесь есть некое некое подобие частного сектора на основном здесь на станции сосед здесь промышленные всякие базы новое что-то где-то что-то делать что-то хранят разгружает перегружают не всяких обзорах базы спрос на море как бы промышленный такой загородный такой район выйти слева у вас совсем недавно построили свеженье еще сады по-моему не столько как одежды сколько сады в которых строятся дома снова да как-то так и 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 я там и с вами в пробке как будет до светофора светофора потихоньку тащиться к сожалению вот так как можно за мной показать что-то творится от мы сейчас пока ошибка двигаться живем на не будем вот обидно да вот вот видите вот это творится этот расчищены как много можно показать из окна автомобиля да согласитесь но там еще команды оттуда вводят видите молодой ельнике вы явно будут сносить тоже вон видите вот ясный сектор грузовик твоим я до самого горном поворота на горный щит мы будем переться в пробке он за нами уже тоже кто-то он стоит там уже но нормально так кто там ведь это уже разворачиваться передумал я не передумаю придумая еду туда куда мне нужно и так тяжело дорога но конечно грек в пробке конкретно здесь я был не готов я думаю как бы я как-то думал но посчитал что я беду в городе и кабану соберу там дверь всего по пути следования к этой пробке я не был готов сейчас приехал этот она ведь и на встрече 5 фура едят там еще фура еще фура там цемента вот смотрите как много фур много фур а а а а а а еще фура еще фура сэмэнтовоз сэмэнтовозит о ягвар фпс крутая тачка выглядит круто едет круто стоит сложно даже подобрать слово сколько стоит эта машина смотрите там творится а наверное зеленый свет поэтому так продолжительно так едем я тоже там светоформа сейчас его увидим да там чистит дорогу убирает местом ведь этом не вам видно не видно не знаю там стоит 2 камаза самосвалы и фронтальный погрузчик который чистит площадку наверное тоже что-то под застройку но плохо что сносит молодой ельник это очень плохо это очень печально до лесов у нас все меньше и меньше горит просто горят леса постоянно просто я вся горят просто постоянно их там горят как лет начинается да причем горят мне по одной там не по две елки да а горят прям гектарами по 10 по 20 там по 50 по 100 гектар горит леса а ведь чтобы восстановиться лесу нужно не один десяток лет чтобы то что сгорело горело торсло до того стоять чтобы его можно было использовать как там камаз вижу татра вижу да там чистят видео тоже что-то строится это вот здесь дом строится мэнэ кафе промашка сейчас янка называем янка где бродово дня здесь там А вот, да, вот, я дай там что-то построено. Бентли Бентяга, Бентяга, видели, слева была, Бентли Бентяга. Бентяга, газобус у нас еще один, БМВ-320, идет, и скотина тут влево лезешь, я вот таких никогда не пускаю. Я решил объехать пробку, и потом тут приклинится, если я с пробки, он такой умный проедет, ну, конечно, правила не запрещают, разметка позволяет, но, блин, это как-то неуважительно. Теоретически никто не запрещает вот так вот приехать пробку, да, согласно прям, да, вот, как бы поправку, вот, и потом перестроиться. И нет, как бы, и войны водителя, по идее, что тут пробка, да, что тут в эту полосу, которую ты перешел, поворачивать. Акцент придумал, детский придумал, лево поворачивать. Это у нас Екат, один из участков Еката. Нет, это не Екат, это Берн, это полевской трак. Екат будет внизу, чуть позже. Вот видите, где развязка, показатель. Вот съезд вниз, это Екат. Вот, где-то направо, там закрытый, пока тут участок еще строится. Вот видите, вот этот участок направо, он закрыт еще, там строится. Там только замкнется, через год, может, два. Все окончательно. Это бурикад, который под нами. Вся тут движемся в сторону города, уже их долго здесь еще, что-то сстраиваться будет, да. И тоже, но здесь уже как таковая окраина города. Это такое место всяких там баз, предприятий, контор и так далее. Здесь на окраине тоже есть много всяких контор, предприятий. Все, широкая дорога кончилась. Удобная дорога пока нет, пока едем. Видите, слева, но я не могу показать, что только мы сейчас едем. Это тоже база, заправка, другой какой-то там торговый центр, а, грузовой сельско-центр. Вдалеке уже видны дома микрорайона Солнечного. Японский трудовик, маленький и гордый мишачок. Едем в 80. Никуда что я, родной, придумала понять. Кидали, да? Вот на грани фола, вот так я даже, если я сомневаюсь, я обгонять не буду. Я себе прекрасно даю отчет в том, что обгон это опасно для жизни, просто для здоровья, это жизни опасно у него. Все надо в 10 раз взвесить. Если я вот так вот еду за машиной, я понимаю, что там... Вскоре надо потом еще одну, еще одну, еще одну. Середа в гонах, это такой нервный мероприятие, поэтому я лучше спокойненько все поеду те же 70. Если я понимаю, что я там упрусь, и чтобы мне... Ну, хотя бы там кого-то потерь без этой колонны обогнать, придется ему постараться. Ну, я этого не люблю. Поэтому, если я вижу, что если я хотя бы теоретически возможно допускать, если я вот так вот, как вот этот Вася на Хиндай, мне придется вот так же вот там в столечку обгонять, не обгоняю. Иногда там очень редко бывает, да, когда, ну, перебошли с расчетами. Но всегда можно вдарить по тормозам, и тебя всегда пустят. Пай бибик, там всякими, там, знаки, там, там, попоказывают, да, там, нодом, там, там, всякие там, там, тело такое вот. Попоказывают, но пустят. Соблюдайте правила. И учитывайте, пожалуйста, дорожную текущую пустину. Это тоже немаловажно. Об этом тоже учимся в ПТД. Ты должен не просто соблюдать правила, но учитывайте погодную, сложности стоять в дорожном пустину. Пустят, ну, вот это все вместе. При каждом маневре. Будь это, блин, поворот налево, там, направо, разъезд на перекрестке, разворот на перекрестке, обгон, там, опережение, движение за этим входом, это все надо всегда учитывать. Движение по трассе, движение по колье, вот, там, погода, дождь, снег, слякоть, грязь, там, склероз, сколиоз, движение с томаткой, как и все, все надо учитывать. И не просто учитывать, а уважать других частей, которые движение. Данный водитель, ну, подемонстрировал, что пренебрежение в другими частями подорожного движения, это называется ветер в хайлю, я хуяю. То есть, человек, как-то, я не знаю, переоценил возможность своим автомобилем и с риском, а это отгон был с риском для жизни, он обогнал, он совершил отгон. Отгон совершил, он закончился, я видел, что он успевает, поэтому я не метнулся в сторону, хотя там, ну, сейчас, скажем так, год назад, ну, как год назад, в смысле, что когда, в первый год вождения, я бы не просто бы метнулся по сторонам, да, направо, я бы еще и в дарюду по томузам, ну, кто-то испугался. Не торопитесь, друзья, мы с обгоном, подумайте, как следует, стоит ли я вообще обгонять, лучше подождать немножко и обогнать еще. Я очень сильно сомневаюсь, что прям все вот так вот торопятся, которые так вот тыркутся по пробкам, и вот обгоняют, например, по 3-4 машины, те, что я двойную сплошную, там, пофиг, направил. Все торопятся на дороге, все находятся по своим делам, каждый куда-то едет, у каждого какая-то, прийти на какая-то миссия, откуда-то куда-то приехать и что-то там сделать. Просто так покататься, выезжает мало кто. Всегда кто-то куда-то едет по каким-то там делам, и я еду тоже по делам, по делам. Поэтому мы не будем ходить сна, ездить в рак. Так, и сейчас мы ходим налево, за вот этим узору, залегом. Прямо туда, на самный спортсермет, на улицу Титова, а нам надо на улицу Окружную. Вот за этим вот самосвалом большим, не знаю, не понимаю, что там такое, может, там МАЗы. О, прикольно, смотрите. Навожу суету. Поворот налево у нас. Помню, да? То есть мы пропускаем всегда сперва попутный транспорт. Почему пропускаем? Ну, получается, мы же проезжаем все перекрестки по мехе справа. В тот момент, когда мы выезжаем на перекресток налево, встречный транспорт оказывается в положении по мехе справа, и мы должны его пропускать. Не, конечно, если есть там окно, там ты спокойно проезжаешь перекресток, и никто тебе ничего не скажет. Мы выезжаем. За нами одна машина на желтый. Ниссан X-Trail на красную уже. Ну, наши метры особо не... Если не наглежь, то особо за это дело не... Потому что перекресток узкий, да, маленький. И, как бы, ну, далеко ты не выйдешь, да? Потому что в теории... Если ты выехал на перекресток, тебе надо закончить маневру. Участники дорожного движения, выезжающие на свой зеленый свет, они должны дать тебе закончить маневр. Иначе будет коллапс, авария, пробка. И там просто там ступор как-то. В этом ничего такого нет. И по идее ты выехал за стопление, все, ты уже начал маневр. И раз уж ты выехал за стопление, то, ну, там, когда встреча трасса подогать в движение, у него уже зеленый, у него уже красный свет, да? И все равно заканчиваешь маневру. Теперь никто ничего не скажет. Здесь у нас конечная трамва... Трамваев, конечная станция... Керамическая трамвайная. Это у нас микрорайон Керамика. Керами... Ну, как бы сказать, неофициально. Да, официально это, по-моему, Калаский район, насколько я знаю. А народы, только два нет. Это такой... Керамика, да? Микрорайон Керамика. Здесь в основном, в основном, здесь, ясно, сектор, здесь, как бы, если и нет, и многоэтажки присутствуют. Но здесь вот очень много всяких баз тоже производств. Я говорил о том, что керамика, вторчик, это там всякие, там, производственные базы, площади, производственные мощности, всякие различные. Что-то делают, что-то разделывают. Камень там... Газировку развивать, без разницы. Здесь плитку полируют, там, камень точат и так далее водой. Здесь у нас тоже, видите, всякие базы, прирост полно. Так, у нас здесь со стрелкой направо. Поворот. Здесь, надо сказать, переделали. Здесь, потому что здесь просто был поворот, здесь прямо расширяют. Улицу. Давай мы тебя, Камазик, объедем. Это Реношка. Морзовик фирмы Рено. А сейчас мы выехали на улицу Вторую Новосибирскую. Это у нас улица Вторая Новосибирская. По этой улице движутся на парад колонны военной техники. Я не знаю, где пешие выстраиваются, но, как бы, я знаю, что они где-то в разных местах выстраиваются. В смысле, вот, сгружается, смешно, и так далее, техника выстраиваются на парад все здесь. И конкретно колонны военной техники идут на парад по улице вот этой вот Второй Новосибирской. Танки, ПТР, все это, фенотенки. Давай мы тут зато, вот, встанем. Смотрите, здесь светофор, там светофор. Там у них зеленый. Вот, видите, торговый центр, Nissan, Geely, Lucky Motors. Это домов. Вон частный сектор, он им частный этот домашний, что там на готажах, но их там много, вот видите, их там много. Здесь частный сектор немножко, видите, и там он опять на готажке выглядывает. Ну, там, там уже три старого военных городок отделать те двухэтажки, вот, десятиэтажки, да, двадцати-тридцатиэтажки. Там уже военных только в основном живут всеми с военными. Насколько я знаю, военных тех в том районе очень много, по-борядке, причина, потому что там три старого иный городок. Там, ну, место военной службы. Опять, красное. неудобно, повторить или нет, вот, стоит только вот здесь, вот, видите, да, вот я стою, а там повторить или нет, может, и сделаю, потому что, что-то, переставил, переделываю. Нам скоро сворачивать. Против права перестроимся. Очень важная улица, очень жизненно важная, транзитная улица, пробки здесь просто постоянно. Следующие перекрестки будем поворачивать направо. А нет, не на следующем. Валяйка попутал. Я специально поставил я на эту полосу, потому что там бензовоз. И нам не хочется терять время на то, чтобы его обгонять. Но в городском потоке, сами знаете, обгонять не очень-то комфортно, не очень-то удобно. Как правило, там такие спринтерские заедут, светофоры, это светофора. Да, где-то разметка позволяет, и даже ситуация усталяя, а позволяет в целом это гемор обгонять, осчислять какие-то планы. Вот и дядя поехал на красную уже. Ай-яй-яй. Вот, куда вот ехать, там вот три второй военный городок, вот там вот находится, извините, городок, в сторону Академы туда уже ехать, а можно выехать, короче, на Академ, по тем улицам, насколько я помню. Академический, город в городе, так сказать. Здесь парковка, видите, справа пустое, бывает там очень-очень редко, хотя бы напомню всегда на заднюю сейчас любите смысл стоит. А, поедем. переход на переход. Сейчас поехала улица, кто на там? я не помню, что это за улица. Даже гадать не буду, не помню. тронулись. здесь у нас пресеходный приход. мини-пупер, кабриолет, господи, никакое извращение. Не, мини-пупер, клевая тачка, симпотно, но, по крайней мере, снаружи. Но вот, кабриолет, мини-пупер, это уроссо. Такой же уроссо, как Peugeot, кабриолет, уже 207, таком кабриолет. вот выезд потрясал бомбы. Мы зимой по запретам ездили, помните, да, вот, я обсуждал, оговорил. Так что мы здесь, на этой улице, мы с вами уже были. Только мы сейчас не пойдем на московскую. Мы скоро будем поворачивать. И сейчас, вот здесь только какая-то военная хренафина выездила справа. Уже какая-то часть военной есть. поворачивая. Скоро мы сейчас будем поворачивать направо. Сейчас точно скоро будет у нас поворот на перекрестке. Теперь точно мы сейчас поворачиваем. Поворотник. Еще три полицы целых. Все равно можно сказать приехали. Поехали-ка мы во двор станем здесь выезжать дюжин неудобно. Здесь оживляно всегда движение. Где мы встанем во дворе? Сейчас идем здесь налево здесь вроде. Что нам не запрещает лики налево? так а встать тут негде встать тут негде встану я тут надолго. давайте искать место для парковки. Есть туристическая база база отдыха поэтому тут частенько вот такая билиберда или нам развернуться уже и паркнуться где-нибудь во дворе откуда бы туда приезжать ребята это мне совсем не нравится хватит мы развернемся карману занят до этого которые идти далеко не не я сейчас развернусь будет окно я сейчас развернусь и отсюда я уеду мне нравится мне тут капец как не нравится ну вот и город есть окон я спокойненько вообще ведь это прям как на джипе красота российские дороги 8 ямок на метр так а как мы с этой смелкой см скоро зайдем а он нырнул все хорошо давай даст заезжай едешь куда нет ты так-то пиздец удобно встал вы выходите я пока развернусь для мужик давай давай назад назад все и бабу за руль посадили и она паркуется не баба за руль это нормально вот тут не парковаться частенько проблема мама просто раз я тут был тут было свободно стоянка стоянка не знаю платно на бесплатно я туда не поеду сейчас на перекрестке во дворы нырнем видите справа движение слева движение мы считаем оттуда нырнем жена вот туда вот раз найдем магазин кое-чего возьмем и и будем уже парковаться пойдем по своим делам ну 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 так вроде окно есть плен как на металл ты все поворачиваешь что ли и так сейчас за вольвой вольва проехала все отлично поехали во двор искать место для парковки я лучше во дворе спокойненько выеду там очень удобно выезжать очень 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 удобно да там очень удобно вставать и всем еще сейчас прям прям от парканемся о амит нравится вот здесь я выйду спокойно здесь не оживлено движение ну все приехали пойдем мы сходим по вашим делам и поедем домой оба на не можем в машине все заедем на ботанику помыть помыть машинку надо все таки она мне прям по-моему с февраля не мытая там грязи зимой то не особо но вот потом после снега там просто элементарно было некогда теперь есть время ну сниками там проблем особых нету сейчас мы пойдем на левого мойка самообслуживания а как там заехать а мы сейчас прямо тогда поедем да нам не надо ехать на ботанику 29 рублей ну отлично сейчас это там мы помоемся не надо будет ехать на ботанику куда-то там еще вон видите в мойка самообслуживания сейчас машинку помоем и поедем дальше да вот он заездит на только на моечку там конечно очередь небольшая ну как небольшая есть немножко очередь тут так там очередь да ну давай вот так вот станем подождем обычная мойка так о чем бак зачем поставил типа чтоб не заезжал никто вон у каждой смотрите бак ну вот примерно вот у этой ответить потому что вот он сейчас за моей спиной которые не смеют толкнул дверь всеми красе из артихими классная тачка дорогая естественно обычная парковочка ничего особенного и прикольный рядом автосервис и самый лютый конечно судя по всему но переоботься наверное смогут помогут так что не жужжим дождаемся очереди моемся и едем дальше ну вот так совсем другое дело так косяки конечно все вылазят по кузову но это ничего страшно машинка чистая все в порядке красота теперь о мойке мойка мне не понравилась обычно мойка но чаще всего в каких бывал я обычно там какая мойка подсуешь денежку либо прикладываешь карточку вводишь вводишь сумму прикладываешь карточку все списываются деньги и все дальше что хочешь то и нажимаешь можешь просто там 200 рублей там на 200 рублей просто вода ее поливать пока гореть не запьешь я обычно как делал поводился съешь полтинник все пену обливаешь пока полтинник капает полтинник истек все и ты стоишь там минут 5 там уже ждешь все потом съешь еще 150 рублей потом как правило 100 рублей хватало чаще всего все и обливаешь водой и поехал тема хорошим экстампслужни можно просто 100 рублей сбить больших грязь там после дождя и все но есть и во вторых терминал оплаты на каждом посте маки здесь все по-другому во-первых здесь оплату непосредственно в томом типа кто там ресепшен там кто там лавка там уже не все кто она там где вот так а может прямо не можем а на поездок на поездок на и и и и и и и и и 16 46 краски ну ту а нам поехали вот дальше еще во первых оплатам этом на так называемом ресепшене то есть платишь сумму И идешь на эту тему, там дается 5 минут на подготовку автомобиля, момент остатка программы, и там 5 минут на протирку автомобиля, после чего ты должен что-то освободить в ГОСТ. Ну, после протирки автомобиля, там 5 минут. Это раз, во-вторых, там непонятно вообще управление. Может не то чтобы непонятно, может просто непривычно ехать. Вот. Но мне такое не понравилось. То есть там получается тикет программа, то есть если начинается все с пены, да, с активной, и потом как бы, ну, тихоет время. Все, я пеной облил ее, все нажал на паузу, там 1 минута без паузы и бесплатно, что, кстати, единственное, что мне понравилось, то есть кнопка паузы и типа 1 минута бесплатно. Так, дальше. Я сразу пробил куда-то нафиг. То есть я подождал какое-то время, все. И в результате вместо обычных там 150 рублей, у меня ушло 300. Потому что когда деньги кончились, машина, видно, что и там еще мыльная подтекка, то есть пена не совсем смылась. Вот здесь подокошек, вот это сзади вот это вот, где вот багажник моего универсала. От всех селево, смотри, и вообще в целом машина не проплоска. Стоять внести еще столик и облить машину. Я там, правда, ее хорошо уже облил. Как всегда, это помыл арки, диски там, все, промыл, то есть мне несколько раз ее все обошел. То есть она, в принципе, у меня сейчас чистая. Хорошо. То есть такая мылька мне не понравилась. Может быть, я еще раз повторюсь, не то чтобы не понравилась. Могу говоря, она, может, не совсем привычная и как бы отличается функционально от тех моек, на которых я бывал до этого. Но мне это не нравится. Мне нравится, что я всунул денежку. Все. И потом тикает времечко. То есть просто тикает, время. То есть у тебя денежки просто убегают и все. Либо, то есть какое-то там время, зависимости от мойки, да, то есть. А там нажал пену, идет пена. Нажал воск, идет воск. Нажал вода с воском, идет вода с воском. Что нажал, то и бежит. Никаких, это и все кнопочки прожимать. Если это сенсорный экран, он прожимается. А тут непонятно, на что у меня среагировало. На экран или на эти кнопки. Они не прожимаются. Как типа идет стрелочка, но пауза, правда, включилась в первый раз. Если возможно, кнопки вот эти вот, все-таки, они какие-то сенсоры. Они просто прям алюминиевые, такие кубики, такие торчат. Там, сколько месяцев, там сенсор к ним при собачке, я не знаю. Это у меня не имеет факта, если фактам. Не понравилось. Я прям, я помыл машину, да, на первых, я засудил в два раза больше денег, чем необычно. На таких мойках расходую. То есть я этому-то тень, с этим сопровлением. Мне это бы не нравится этому. То есть я ферму, я запомнил на мойках этой фермы, но я мыться не буду. Просто я говорю, до этого я бы был на мойках разных фермы, но в принципе функционал у них был. Один тоже там, просто вывеска менялась. Сейчас поменялась не просто вывеска, но и система оплаты. И система управления, что мне категорически не понравилось. Ну, все равно ты же хочешь мыть машину с комфортом, да, зачем ты плачетенько. А я мыл, я прям сразу, ооо, мне это не нравится, это не мое, а это как, это как. А время-то идет тебе, ты не можешь там такой, это так, это так, это так. У тебя на это время у тебя текает время, естественно, не в плюс, а, естественно, в минус. Поэтому, прям на среде зажутало, честно говоря. Сейчас поедем домой, оно маленькая поднимется. Поезжаем со вторичка. Мы сейчас по Елизаветинской, эта улица называется Елизаветинская, шоссе, да. Здесь очень много завода, потому что здесь бывший завод, вот этот, в Торчерме, да. Но, как и самого туалургического завода, это с рожки-доножки. От лифтового завода на Елизавете тоже остались, с лифтового завода на рожки-доножки. Там все по арендам проскуплено. Здесь у нас всякие базы, в основном всякие тоже обдовы, производственные мощности, на которых тоже что-то делают. Слева здесь вообще автошкола, полигон. Ну, нормальный такой полигон. Из-за того, который расположен в городе Сосердия. Градационный полигон, с горкой там, гараж, там все, все концы ими размечено. А не просто парковка за магазином, которая... Непонятно как вообще, на них это где-то полоски было расположено. Так, представлено, мы сейчас едем прямо. Это у нас походная улица. Кобальт придумал поворачивать налево. Но его быстро пропустили. Повезло тебе парень. Мы едем домой. Мы едем домой. Вот неродостные дороги, по дороге вот перед малыми сидели, когда перед коровником, когда вперед-то мы ехали. В день урожайся гораздо больше неудобства, дискомфортно доставлять, тем вот этих лежачих полицейских. Вот этих лежачих полицейских толку вот никакого. Чтоб богу сказать, потому что черт у катерка вот тут. Вот нахуйся. У нас в настройке, смотрю, новая я тут. Давненько не был. А это у нас должна быть улица Лыжников. Так, если я ничто, ни с чем не путаю, я могу путать, но мы там лыжников. Да, это Лыжников, все правильно. Сейчас мы едем прямо. Я не хочу по пиелинке собирать светофоры, сейчас на вкус. Уедем и никаких гвоздёв прямо и налево, да? Здесь тоже стоят дома. Тоже вам. Ну, вроде-то строится. Вот, смотрите, дом, который стоит уже больше, ну, не знаю, 10 лет. Или около, там, в районе 10 лет, но просто стоит это точно. Когда приезжал Путин в этот самый с визитом, там вешали плакаты, Путин, помоги, за что нам все это, и так далее. И там в срочном порядке, во-первых, составляли охрану после этого. В срочном порядке эти плакаты завешали какими-то там декорациями. Вот это брошенный дом. Брошенный, недостроенный. И... Кто не знает, когда он достроится. Вот мужик, и чего ты делаешь? Здесь одна полосатая, что-то тут придумал поворачивать, и да чё. Я всех умнее, или что, как это называется? Кто мне объяснит? Зачем вот так вот делать? Именно вот это я, по-первых, к несомнению правил, потому что ты навстречу выехал, да, там. А во-вторых, ну, ты провел неуважение к другим участникам дорожного движения. И его, естественно, я так смотрю, не отпускает. Потому что, ну, какого фига, типа? Говоришь, уважаемый владелец саномарка. Так, а тут КамАЗ придумал остановиться. Он собирает мусор. И прям, не очень удобная система сбора мусора. Просто, просто мешок. Кто закинули? Тут, потому что он едет с частного сектора. Это нестандартная какая-то там трамбовочная фигня. Взнулиная на Мазурик, да, или на какую-то другую иномарку. Обычно просто самосвал. Тут у нас автобус, это коммерческий, это не газобус, это просто зеленый коммерческий автобус. Людей с автобуса не выходит. Потому что умные люди, образованные, да, обходят. Что автобус, что требует, что трамвай сзади. Так нам направо. Я не знаю почему. Мне просто до безумия нравится вот эта вот часть дороги. Вот с лыжников, получается, до Росельбана. Я не знаю почему. Она мне капец как нравится. Я не упускаю практически случая поехать с оброней. Мне она нравится. Это микрорайон Укрус. Опять же, неофициально. Официально это все тоже, как вам, Чикаловский район. Ну, как бы, ну, неофициально, это микрорайон Уктуз называется. Кто-то его еще называется основой Бур. Гораздо чаще встречается название микрорайон Уктуз. Едем, едем, спокойненько. Так, ASX направо уходит. Идем дальше. Здесь односторонка, да, вольный знак. Как раз, что это односторонка. Гораздо широкая, если что-то не так, можно объехать не в Турклус. То мы, наверное, и сделаем это. Кия, как-то, видимо, не особо торопится, но я бы хотел немножечко поторопиться. Но мы не сильно торопимся. Так, километров на 50 сейчас мы сейчас торопимся. Кстати, вот, смотрите, вот туда прямо в гаражи уходит дорога. Вот, прямо вот за Тойотой. Видите, вот откуда Опель выехал? Вон, видите, Шевроли откуда выезжает. Там дорога, она в живой квартал идет. Ну, туда идут две дороги. Это и нормально там асфальт. Да, то есть, идет был знак, туда можно уйти на правой, как раз на нормальную дорогу я дам. Вот, про которую я вам сейчас говорю, вот, откуда Опель выезжал. А там, получается, бетонные плиты положены. То ли она временная для строительства была положена, не убралась, потом, то ли что, не знаю. Короче, она есть, дорога. Более того, она значится навигаторе. Но, когда едешь по навигатору, то есть у тебя навигатор просто там серый фон, да, и на сером фоне, грубо говоря, синяя вот эта стрелочка, да, по лошадному. Может, что-то исследование. Это, когда ты подъезжаешь к кварталам, ну, к домам, да, к 10-20 этажкам. Все нормально, что ты снова на улице и по обычной дороге выезжаешь. А вот эта улица, вот эта вот дорога для меня была все время с саммизом во время работы в такси. Словно говоря, тогда же я по ней приехался, потом я по ней не ездил в Голии. Вот и не менее свет в голове, она в моей оставила. У нас вот еще 30-этажка достраивалась. Ну, одна, две, три, мать твою, переносится. Четыре. Четыре 30-этажки. Пока тут будет то ли 8, то ли 9, 30-этажек. Понастроили тут клоповников до терки. Так, вот для Астра, ты тормози. И все. Где-то тормози, тут нормально, дорога. Ты не на Феррари тут едешь. Там, наверное, тетенька. Рулю. Скорее всего, да. Так, стоим на среднюю полосу. И хватает. Мотоцикл, сикл, 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 все, дорога просит. О, Мактаха. Вот слева, видите, знак чайника. Вскрылись две новые неприятности у меня. Во-первых, у меня снова, там, менее года спустя накрылся. Услитель, волевое управление. Но не сам усилитель, а вот этот насос. Во-вторых же, две таких крупных агрегаты. Это сама рулевая рейка. То есть, ну, третья, получается, 3, да. Третья, потом, так это цилиндр. А вторая, это насос, который гоняет давление маслом вокруг, да. Вторая обречает мне сдать. Причем, ты просто, бем, резко так. Во время заезда подвор чувствую руль. То есть, подгазуешь, вон исправен, да, все нормально. Пока, вот, я, на ходу, рулем ходить нормально, на любой машине, да. Мне подгазуешь, там, до блюдах тысяч, у тебя практически нету. Приходится, там, применять чистость и мускульную силу. У меня тут, все. Я, Шварценеггер, сушеный, конечно, но, Шварценеггер. Как-то так. Поэтому, было принято решение сгонять за автором. Сейчас, ну, как узнать, вообще, сколько это для Билиберда стоит. И уже, вот, еду поплясать. Потому что она только на разборке, там, на СУ-104-900, а я, ну, его на 5,5 покупал. Боюсь, даже спрашиваешь, как он сейчас в магазине стоит. Потому что, все помнят, да, в предыдущем видео с клапаном. Вот, я клапаном 5700. Боюсь, боюсь, ну, что делать, что ремонтировать. Надо и вторая неисправность. Зашумел ступичный, правый, задний подшипник. То есть, я прямо услышал очень хорошо. А почему правый? Потому что, когда ехали вперед, там я обещал ямку, но на скорости 80 обещал резко. И получается, правая сторона, потерянная левая, потом берет сначала передняя, потом правое колесо немножко разгрузилось. И когда разгрузилось правое заднее колесо, шум пропал. Из чего я съел вылез, все-таки шумит травы за непосредственностью. Ну, естественно, меня бьется. Опа! Ездить без гидроусилителя можно. Но неудобно. Верьте, моего малопута, когда мне в прошлом году накрылся, было, ну, маленько неприятно. Очень. Да не маленько, даже очень, наверное, потому что, как я говорю, пока не подгонуешь, руль не выворачивается. И там еще скрылась другая неприятность. Просто, ну, вот, где-то с трубочкой неприятность вывезла по заваренному. Сейчас все хорошо. Сейчас все хорошо. Сейчас другая проблема. Ну, нет, таких крупных проблем, которые надо делать, не считая тех косяков, которые были до этого. Скоро у нас покажется аэропорт Кольцово. Сейчас заедем на противопровод. Вон его уже видно, вон естественная вышка. Справа вот большой пускатер приезжает. А на самом деле настроение его видно очень хорошо. Это у нас все такое с бентли-континенталь. Какой-то тюнингованный, видимо, там едет очень такой обеспеченный человек. Без того, как бы бентли-континенталь как-то еще приукрасит. Ну, нам сейчас налево. Все хорошо. Прямо очень хорошо слышно. Порщитник. Вот. Хорошо, не знаю. Вам его, наверное, слышно. Так, справа, сзади вот. Ну, мы тут обгонять не будем. Клоку, вот, чем-то показывать. Элитровый Мерседес обгонять. Или полутора-элитровый вес сюда полутора-элитровый вес там не сделает, как ту тигренку. Потому что у меня хоть 1,8, нужно 20 лет, и динамика ее места оставляет зубку. Четвертая передача. 70 км в час. Все хорошо. Давайте немножко откроем окошко. Там прям холодновато. Просто налево. Я правда куда-то куда-то там в футболную зону, там под шляхом. Нам туда не надо. Там заезд, по-моему, в военную часть своего аэродрома кольцовый еще. Так. Киа Пикант придумала постоять. Так, успеем, не успеем. Зеленый у нас. Делать в часок быстрее. Раз, два, три. Замигал. Успели. Вот флажочек, но успели. Хорошо. Так, я так понимаю, мы так немножечко сейчас поторкаемся. Совсем немножечко. Ну и перед горным чудом, в принципе, не особо насильно задержались. Хотя вроде пробка длинная. Там зеленый длинный. В основном стоят и те, кто, в большей части, кто ухомнажден был на город Екатеринбург уходить. Вот лежачий кольцовый, с одной стороной проехал, вторая по асфальту. Сломаты. Не, тверкаться не будем, все хорошо, тут пробки нет. Вот фуру опять, смотрите. Все, зеленый, долго не стояли. Очень хорошо. Поехали, поехали. Логан. Два логан, смотрите, рядышком. Любой прикол. Ямка какая-то там сильная. Вот кольцо, вот тут дорога очень важная, очень транзитная. Жизненно важная по ней. Всегда есть много машин, смотрите, какая тут колея, видно даже, много картинки не может укладывать. Там все в ямах, дорога, тут тысячи лет никто не делает. А почему? Лучше съездить на Гавайи, на Гагары, там еще куда-нибудь, на какой-нибудь город. Эти и бед на Тайвань, на Кавказ, на Кувай. Что-то угодно, но зато не сделано дорог. Смотрите, ям сколько. А дорога-то очень важная. Только важно, что по ней, блин, разогнаться даже на сотни не всегда возможно. Очень редко там, даже 140 смажь по ней очень-очень редко. Но сейчас мы поедем, я думаю, километров 80 максимум, начиная впереди фура. И тут такая дорога, что даже на 90 не поедем. Едем все хорошо. Тут тоже ведь яма на яме, яма на яме. Это вот такие ямы. Вы сейчас сами видите, как оживленное тут движение. Времени 5 часов. То есть из города домой еще никто не выехал, в город ночной еще никто не едет. Пока в Робкино выйдет из города и в самом городе. Как-то нам поведло, мы еще выскочили без особого затора через торчер метр. Аки-то лохи, 5 часов, твой е-е-е, какой затык. Лахшим, шумит, подсыпный цех. Вот 90. У водителя фуры хорошее настроение видим. Смотрите, распогодилось, кстати, вы взяли, было пасмурно. Распогодилось еще по дороге вперед. У тебя же вообще просто без ночи, светит солнце и за облака, за точки уже не качество. А какое небо, а вы посмотрите, какое небо на фоне вот этого вот леса. Ах, какой вес был, азбуз, просто закатываются. Какая концентрация. Вот эти ямы кайфу не добавляют, к сожалению. Ровно бы дорогу куда бы больше, больше добавил. Деда... А Ryan broken продает... Кстати, вот этот поворот очень аварийный раз в год хотя бы одна машина стабильно с него улетает хотя бы одна машина раз в год идет олень который путает газ в турбулу и слетает на этом участке сама улица и с матовой улицы дорога такая опасная вот это не всегда движет очень много машин а вот этот поворот это прям капец какой опасный вот у нас джет собрались выезжать вроде тут джет старенький моджет а лично съест на армейском плево слога у нас входит да да но тот не армейский сначала бицейский бюро с армейский чуть там подали а 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 зеленый долго свет не пришлось и а и а а и а а там еще один фокус смотрю стоит седан но это после это второй сдаем назад я предпочитаю сразу сдать назад и потом мордам вперед выехать вдали потом узнаем только стоит этот насос если там цена вполне приемлемо его сразу купим погнали тарам ну чё заказал moto герц насос гидроусилетия руля 7670 рублей вот назад он не обошелся в 455 500 это еще не оригинал оригинал сейчас найти стране вообще невозможно потому что но здесь с имеющимся с событиями братья славян никто с нами дружит меня восстановленный оригинал будет на 100 оригинал но восстановлены надо поехали понедельник сказали привезут поехали дома что случилось я случилась вот я там не вижу Вот я решил остановиться и дальше поехать, причина неясна. Ну, в общем, как-то так. Как-то вроде все, тем более-менее неплохо прокатились. Только один зато попали на своем пути, в котором я попадаю очень-очень редко. Там бывают, да, но я не был к этому готов, потому что они там очень редко бывают. Там такое важное направление транзитное. Я говорил уже об этом, там очень много флук, потому что там баз, много всяких там, там в горы почти рынок строительный, очень даже хороший. Да, 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 ладно. Прокатились, приехали, сейчас мы двигаемся домой. У нас все хорошо, мы передали. У нас все хорошо. Поэтому мы скоро будем дома. Я получил колоссальное удовольствие поездки, надеюсь, что вы тоже. Спасибо, что смотрели видео. Сами дайте правила. Берегите себя. И все будет хорошо. Пока. Я просто похлопаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok